Скользящий диван. Для многих амурчан эта фраза не имеет никакого смысла, но для Натальи Давыдовой каучсерфинг, а именно так переводится данная фраза с английского языка, является образом жизни. Каучсерфинг это целое мировое сообщество, члены которого общаются через специальный сайт и помогают друг другу путешествовать. Принимают туристов у себя в городе, селят дома и даже помогают решить серьезные задачи, причем абсолютно бесплатно. Например, у меня недавно в гостях была девушка из Голландии. Она журналистка и она разрабатывает, пишет статью на тему отношений китайцев и русских. Этот вопрос, вот просто никак вы не решите без помощи местного человека. Кто вам? Вы подойдете на рынке к китайцу и спросите у него, как он живет с русским? Или как вы найдете? Как вы найдете семью, где смешанные русские и китайцы? А для благовещенца такой поиск не представляет большого труда. Достаточно нескольких звонков друзьям. Вообще, помогать людям Наталья начала еще задолго до того, как стала каучсерфером. Однажды поздним вечером в ее родном Киеве к ней подошел заблудившийся дальневосточник. Эту встречу Наталья не забудет никогда. Все закончилось тем, что я показала ему, как выйти к метро, потом показала ему Киев немножко. Ну и в итоге я вышла за него замуж, и таким образом я оказалась здесь, и таким образом получились такие замечательные дети, которые легко путешествуют по миру. То есть для меня это естественно. Мамино хобби путешествовать увлекло и детей Дениса и Дарью Давыдовых. Свою первую поездку в качестве каучсерферов они осуществили в Москву. Зарегистрировались на сайте, нашли человека, который готов был их принять, и отправились к нему в гости. Мне запомнилось самое большее всего. Мы пришли к нему вечером, он у нас сразу такой, что будете? Пиво, водка, вино. Вот тут я вам ужин приготовил. Мы такие, да? А ты нас убивать не будешь точно? Ничего не отрежешь? Ключи отдал, прям вот ключи отдал. Он говорит, я утром просто на работу ухожу, вот вам ключи просто. Вы же там, наверное, куда-то заходите пойти, по Москве там походить. Мы, ну да, давай, ладно. Наверняка у многих возник вопрос, как же можно пускать в свой дом чужого или ехать в гости к абсолютно незнакомому человеку? Ответ можно найти на сайте. На персональных страницах есть полная информация о человеке. Там же можно найти отзывы и посмотреть фотографии. На этом сайте предусмотрена система безопасности. Именно поэтому мы здесь в городе организовали вот такой вот клуб свободных путешествий. Я инициатор этого. Вот для того, чтобы людям рассказать и показать нюансы, технику безопасности, как можно вот в этом плавать. Сейчас об этом говорить это долго и много. Ну, поверьте, там предусмотрены ступени безопасности. Помимо каучшерфинга есть и другие виды путешествий. Например, автостоп, трекинг, фото и лечебные туры, экспедиционные путешествия и еще много другого интересного. Мечта благовещенки Натальи Давыдовой – собрать всех амурских путешественников в одном клубе, чтобы делиться опытом, обучать друг друга и рассказывать о захватывающих приключениях. На данный момент в клубе уже зарегистрировано 200 человек. Александр Марченко, Иван Сюмак, Апельсиновое утро.